С предприятиями оборонного комплекса Штаты прекращают все контакты. США объявили о новых санкциях в отношении России. За что? Они, как правило, имеют такой эффект бумеранга и без всяких сомнений в данном случае загоняют российско-американские отношения в тупик, наносят им очень серьезный урон. Но у нас двери не закрыты для процесса переговорного, для выхода из этой ситуации. Мы же предоставили возможность крупнейшей американской компании работать на шельфе. Ну что, что, Штаты не хотят, чтобы она там работала? Они наносят ущерб своим крупнейшим энергетическим компаниям. Глава Роснефти Игорь Сечин говорит, санкции были ожидаемы решения США. Он называет необоснованным и незаконным, но на финансовых возможностях компании оно отразится вряд ли. Совместный проект с американской компанией Exxon по разработке шельфа Карского моря продолжается. В силу того, что компания Роснефти является бюджетнообразующей для России, не компания Роснефти является целью этих санкций, а реализация России собственной, суверенной, независимой политики. И попытка ухудшить экономическое положение наших граждан. Каждый участник войны ведет личный счет, копит ненависть, возникает острая мстительность. Роснефть уже очень ждут в Боливии. Об этом Владимиру Путину говорит Эва Моралес. Сотрудничество России со странами Латинской Америки выходит на новый уровень. За неделю десятки подписанных соглашений. Итог визита президента на Кубу – российское присутствие на острове возобновляется. Но возвращение Центра радиоэлектронной разведки на базу Лурдес всего в 250 километрах от американской границы не планируется. Мы способны решать стоящие в области обороноспособности задачи без этого компонента. Здесь нет ничего необычного. Мы когда-то по договоренности с кубинскими друзьями работу нашего центра закрыли, у нас нет половины возобновления его работы. В Бразилии Владимир Путин принял участие в саммите БРИКС. Без преувеличения историческом в прибрежной Форталезе принято решение о создании нового банка развития и резервного фонда. Страны БРИКС будут меньше зависеть от финансовой политики Запада. Мы, конечно, должны восстановить свое присутствие в этом чрезвычайно интересном и очень перспективном регионе мира. Вот то, что мы сделали, это подписали очень важный документ. Я имею в виду создание банка развития нового. Каждый из участников несет туда по 2 миллиарда долларов. Новые финансовые инструменты стран БРИКС по сути станут альтернативой МВФ. Америка в лице Джен Псаки со свойственной ей риторикой уже назвала цели нового банка развития неясными. Куда яснее для России выглядит судьба кредитов МВФ Украине. Практика работы фонда такова, что он не оказывает финансовой поддержки в воюющей стране. И думаю, что это правильно. И полагаю, что и в случае с Украиной эта практика должна быть продолжена. Почему? Например, значительная часть ресурсов должна была бы быть направлена на поддержку банковского финансового сектора страны. Насколько мне известно, именно эти средства, часть этих средств значительная была передана в частные банки украинских олигархов. Конечно, мы за то, чтобы поддержать Украину. Но только не олигархов и жуликов, а именно украинский народ. Предусматривалось, что часть ресурсов, которые были получены в рамках первого транша, должны пойти на погашение обязательств по внешнеторговым операциям. В частности, на погашение долга за поставленные Россией на красители. Ничего тоже мы не видели. И денег никаких не видели. Это происходит с деньгами МВФ, происходит точно то, что происходило с нашими кредитами, в том числе с 3 миллиардами долларов, которые Украина получила от России в конце прошлого года. Долги не погашены, ни текущих платежей не осуществляли. И тоже у нас есть большие вопросы по поводу того, где наши деньги, куда они делись. Владимир Путин подчеркивает, Россия больше, чем какая-либо другая страна заинтересована в прекращении конфликта на Украине. Контактная группа по Украине так и не собралась. Бои на Юго-Востоке продолжаются, и, наверное, все с большей силой. Вот ваша оценка этой ситуации? Очень жаль, что не собралась контактная группа. Нужно предпринять необходимые усилия, чтобы усадить все конфликтующие стороны именно за стол переговоров и решать возникшие в стране проблемы именно в ходе переговорного процесса. Россия заинтересована, кровно заинтересована в скорейшем прекращении конфликта на Украине. По целому ряду соображений, я не знаю, есть ли другая такая страна, кроме России, кроме Украины, конечно, которая была бы так заинтересована в прекращении кровопролития и в урегулировании ситуации в нашей соседней стране. Но мы, к сожалению, этого не видим со стороны наших партнёров, прежде всего, американских партнёров, которые, как мне кажется, наоборот, подталкивают сегодняшние власти Украины к продолжению братоубийственной войны и к продолжению карательной операции. Такая политика не имеет перспектив. За что не возьмутся, там везде проблемы. Ну, посмотрите, в Афганистане проблемы, Ирак разваливается, Ливия разваливается. Если бы генерал Сеси не взял бы в руки Египет, и Египет бы, наверное, сейчас колбасила и лихорадила. А в Африке проблемы во многих странах. Вот прикоснулись к Украине, и там проблемы. На вопросы журналистов Владимир Путин отвечает в российском посольстве, то есть на территории Российской Федерации. И отдельная тема – трагедия в московском метро. Понесут ли ответственность столичные чиновники? Ответственность всегда персонифицированная. Вот есть классический хороший пример из уголовного права. Это называется трагедия на охоте. Когда два стрелка стреляют в пусты, полагая, что там дичь, и случайно убивают человека. Поскольку экспертиза не могла установить, кто именно, оба освобождаются от ответственности. Всегда только персонифицированная ответственность должна быть. Если вот конкретно будет доказано, что конкретный человек такой-то, такой-то. Я достаточно внимательно изучил видеозаписи из Славянска. На них четко видны все признаки использования белого фосфора. Например, многочисленные яркие вспышки в небе. А также применение таких средств, как минометы и пилотируемые самолеты. И к тому же, на различных видеозаписях я видел, как вещество продолжает...